20 тонн погрузили в фуру буквально за час. Благодаря слаженной работе волонтеров в Подмосковье, гуманитарная помощь вновь отправляется в зону СВО. Алексей Сопочкин помогает впервые, вдохновился и теперь уверен, без волонтерства уже не сможет. Пришел, все понравилось. Вижу огромное стремление населения помогать парням, которые сейчас на передовой, помогать им, помогать их семьям. Всегда буду приходить теперь сюда. Товарищи всегда подскажут, как правильно распределить груз в машине. Поддержат тяжелую ношу, помогут донести. Теплые вещи, газовые горелки, утеплители, генераторы, еда. Питьевая вода в маленьких бутылках особенно востребована у бойцов. Там на машинах трудно подъезжать, поэтому ребята грузят куда-то в рюкзачки, в кармашки и доносят своим товарищам непосредственно уже на линию боевого соприкосновения. Поддержка нужна не только солдатам и мирному населению, но и братьям нашим и меньшим. Поэтому не забывают и про корм для животных. Мы еще помогаем приютам, помогаем зоопарку. Есть зоопарк, да, они далеко от Донецка. И там очень много спасенных животных из Мариупольского зоопарка. Вот, еще есть приют для собак, так как собаки остаются одни. Либо кто-то уехал, не смог взять с собой, либо просто погибли хозяева. Фуру набили под завязку. Груженная машина отправляется в дальнюю дорогу. Для водителя путь уже привычный. Часто езжу, каждую неделю с разными грузами туда. Там груз уже ждут наши волонтеры, чтобы разгрузить в центральном штабе Донецка и Мариуполя и адресно распределить помощь.